В Твери завод по производству подшипников расширяет производственные площади. 23 июня был заложен первый камень нового цеха. Его строительство начнется в ближайшее время, а в начале следующего года уже в планах запустить новые мощности. Какие перспективы открывает этот проект перед регионом, продолжит наш корреспондент. Предприятие ТЕКОМ занимается производством и ремонтом железнодорожных подшипников. Оно было образовано в прошлом году в результате реорганизации международной компании СКФ. Ушедший с российского рынка. Производственные площадки коллектив удалось сохранить, затем наладить производство. А сейчас задача расширяться. Так, 23 июня был заложен первый камень на месте строительства нового цеха. В торжественном открытии приняли участие руководство предприятий, заместитель председателя правительства Тверской области, министр экономического развития региона Иван Егоров и представители администрации Калининского района. Открытие новой площадки позволит наладить полный цикл производства продукции. Уже в этом году мы начнем получать и устанавливать технологическое оборудование. И в первом квартале следующего года планируем в полном масштабе запустить производство. На сегодня у нас уже высокий уровень локализации, более 70% компонентов, которые мы используем, они произведены в Российской Федерации, нами, либо нашими партнерами. И вот с запуском нашего производства, который мы сегодня открываем, мы закончим полный цикл локализации. Все, что мы делаем, будет сделано в России. Строительство будет вестись в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного Минпромторгом России, правительством Тверской области и компанией в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Основная задача – выход на стопроцентную локализацию производства железнодорожных подшипников, включая ролики, сепараторы и смазочный материал. На данный момент наш основной подшипник – это буксовый подшипник для инновационных вагонов. Соответственно, он практически полностью локализован. Мы получаем из заготовки колец. Кольца мы, соответственно, закаливаем. Данный способ закалки не используется нигде больше для железнодорог. Соответственно, после чего мы шлифуем и, соответственно, фосфортируем и сборку осуществляем уже. На сегодняшний день у предприятий есть производственные мощности оборудования, есть испытательная лаборатория, которая проверяет на качество готовую продукцию. Штат рабочих примерно 80 человек. Новый цех позволит открыть еще около 40 мест. Это будет как производственные площадки, так и складские помещения. Полный цикл производства позволит потеснить на рынке конкурентов. Пока что основной китайский производитель. Кроме того, уже в сегодняшних условиях импортозамещение удалось решить массу важных задач. В прошлом году с потерей через части комплектующих образовался дефицит на рынке железнодорожных кассетных подшипников, который сегодня ликвидирован нашей работой. Кроме того, в декабре 2022 года компания получила статус приоритетного инвестиционного проекта, что дает возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. По мнению губернатора Игоря Рудени, данный проект вносит важный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и позволит укрепить статус Тверской области как центра транспортного железнодорожного машиностроения.